Валютные процентные деривативы на биржах И Анна Сенина-Рефинитив И у нас удаленно присутствует Пол Хьюстон, глава биржевого рынка семьи Панель буду модерировать я, Роман Локтионов Внебиржевые деривативы, Московская биржа Позволю себе начать с краткого обзора того, что мы видим на бирже в части торговли валютными процентными деривативами Во-первых, у нас появляется спрос на условную стандартизацию электронификацию в части торгов валютными процентными деривативами Еще два года назад рынок СПФИ, основной рынок, на котором торгуются внебиржевые процентные деривативы Представлял из себя площадку, где участники могли заключить только адресные заявки Сейчас же у нас есть стаканы на условно стандартизированные процентные рублевые деривативы Мы готовы делать стаканы на валютные деривативы и на валютно-процентные деривативы Ряд участников со своей стороны активно занимаются созданием алгоритмов для роботизированной торговли на рынке валютных и процентных деривативов И если торговля валютными деривативами в этом плане продвинулась достаточно далеко То на рынке процентных деривативов данная стадия, то есть мы находимся только в начальной стадии процесса Как раз для развития электронной торговли на рынке СПФИ создан шлюк СФИКС АПИС, с помощью которого участники могут выставлять котировки, заключать сделки и получать собственные отчеты Сейчас при НФА создана рабочая группа, цель которой проанализировать возможность улучшения индикатора РОИСФИКС, который формируется сейчас на основе объявленных котировок Цель рабочей группы как раз улучшить, поработать вопрос улучшения качества индикатора на основе исполняемых котировок, выставляемых контрибьюторами на рынке СПФИ Также мы получили предложение от банков, чтобы на основании котировок на рынке СПФИ сформировать кривую процентных ставок И наша сейчас активность, будь то активность при работе с маркетмейкерами, с разными маркетинговыми программами на рынке СПФИ как раз выстраивается с учетом того, что в будущем мы попробуем такую кривую на рынке СПФИ создать В качестве завершающего слова о вступлении могу сказать, что в этом году внебиржевой рынок процентных деривативов, по крайней мере, на московской бирже ставят очередные рекорды Это в плане и объемов торгов, это в плане и объема открытых позиций Ну и в этом году у нас значительно увеличилось количество уникальных клиентов, которые торгуют процентными деривативами, что не может, собственно говоря, не радовать Я без преувеличения могу сказать, что практически все участники финансового рынка, кто работает на валютных процентных деривативах, вносят свою лепту в развитие рынка СПФИ на московской бирже За это им большое спасибо И среди всех участников наиболее, естественно, есть группа наиболее активных участников, и одним из таких участников является Сбербанк Андрей и его коллеги нам не только морально помогают, но и помогают своей экспертизой Например, в части создания шлюза фиксапи, о котором я сказал ранее, здесь коллег со Сбербанка можно, наверное, записать в соавторы Андрей, мы, собственно говоря, знаем, что знаем Сбербанк не только как со стороны консультанта, скажем, по созданию продуктов на рынке СПФИ, но и в качестве активного участника рынка валютных процентных деривативов Расскажите, пожалуйста, как вы видите вообще рынок деривативов, какие тенденции, какие клиенты предъявляют спрос на какие продукты? Роман, спасибо Безусловно, я здесь, как и мои конкуренты, будем хвалить себя, говорить, что действительно рынок растет, увеличивается объем торгов, увеличивается количество инструментов Я буду это делать, но важно сказать, что наш рынок находится в самом зачаточном состоянии Несмотря на феноменальный рост последних нескольких лет, все равно рынок все еще только развивается И нам важно не забывать за успехами текущего года все равно верные стимулы создавать для роста вообще управления рисками финансовой и вообще во всей экономике Это и стимулы, как проводить обучение клиентов, рассказывать, создавать новые удобные электронные решения и, конечно же, стимулы на уровне государства, чтобы клиенты действительно было удобно и понятно заключать такие сделки и управлять своими рисками Ну вот, собственно говоря, вы сказали о том, что рынок в зачаточном состоянии, хотя другие развивающиеся рынки, не говоря уже о развитых рынках, гораздо больше нашего рынка локального А что сдерживает нас, российского участника, российский рынок от взрывного роста? Говоря об этом году, то есть феноменальный рост произошел во всем мире Использование деривативов, в том числе за счет полномасштабного доступа ритейл-инвестора вообще во всем мире То есть очень интересно было для меня отметить взрыв опционов на акции на мировых рынках У нас действительно тоже нашло отражение доступа ритейл-клиента на биржу Очень сильно вырос объем срочки, срочной секции, фьючей, хотя у опционов по-прежнему остается потенциал Все это следствие на самом деле и роста электронного доступа к торгам, и регуляции, которые толкают нас к сделкам с ЦК Здесь большая роль у СПФИ, то что действительно вы делаете и электронный доступ, ну и в принципе развиваете линейку Важно отметить, что на самом деле профессиональный клиент может найти на московской бирже способ перекрыть практически, грубо, 90% своих рисков Это и валютные риски, и процентные риски, и риски сыровых товаров То есть на срочной секции московской биржи представлены все эти виды рисков И на СПФИ тоже можно перекрыть практически все То есть биржа создала целый пул таких вот блоков, из которых уже банки могут конструировать решения под потребности своего клиента То есть фактически грань между биржей и вне биржевой торговли, она стирается То есть мы работаем в такой связке, что у банков тоже очень важная роль таких посредников для конечных клиентов Завершая про СПФИ, по-прежнему на СПФИ торгуют между собой крупнейшие локальные банки И в этом году можно отметить огромный рост процентных деривативов Но у локальных банков у всех преимущественно одна сторона То есть клиенты берут кредиты под плавающую ставку, клиенты хеджируют частично этот риск И у банков возникает желание заплатить фиксированную ставку То есть фактически интерес у локальных банков, которые торгуют на СПФИ, он односторонний Возвращаясь к стимулам, очень важно создавать верные стимулы для того, чтобы вся экономика включалась в это Я говорю преимущественно о длинных деньгах, об инвестициональном инвесторе, которого сейчас нет на СПФИ Важно создавать стимулы, чтобы был доступ пенсионных денег, страховых компаний Например, сейчас сильно взорвалась кривая процентных ставок после нескольких подряд повышений ставок и роста инфляции Именно в такие моменты длинные деньги инвестициональный инвестор, локальный, может встречать такой риск и демпфировать его Фактически так же включаясь и зарабатывая на этом Вот про такие стимулы я именно и говорю То есть важно не только развивать линейку инструментов, но и допуск всех участников к рынку Еще тогда вопрос, позволю себе, о центральном контрагенте В этом году вступил с 1 октября де-факто закон о обязательном клиринге Понятно, что он, собственно говоря, делает свое дело Но, тем не менее, есть валютные деривативы, есть процентные деривативы Доля на вне бирже достаточно большая Вот, собственно говоря, вы видите роль здесь центрального контрагента в этом процессе Она, ну понятно, что она будет увеличиваться отчасти, наверное, исходя из законотворческих инициатив Банка России Но есть же, собственно говоря, если там опустить вот эту часть обязательного клиринга Центральный контрагент вообще в правильные инструменты на вне биржевом рынке, он встраиваемый? Это институт помощи или, скорее, нагрузки для вас? Еще раз, то есть и срочная секция СПФИ у биржи важная роль в создании вот этих вот кубиков Из которых потом банк собирает решения под конкретные потребности Когда банк структурирует уже решения под кредиты, под перевороты, какие-то гэпы своих корпоративных клиентов Важно понять, что стандартизированный инструмент хорош как раз, например, для институционального инвестора Потому что, в принципе, у него вот такие вот деньги А для корпоративного клиента нужны персонализированные решения То есть корпорат на биржу не пойдет Что нужно корпорату, а точнее, на самом деле, корпоративному казначею? На самом деле, корпоративный казначей – это по большей части теперь уже бывший наш с вами коллега То есть это все выходцы из финансовой сферы Казначеев прекрасно понимают, как работают финансовые инструменты Как идет оценка риска, как они учитываются и что из себя представляют То есть это, в принципе, бывшие наши с вами коллеги Но что не хватает для полномасштабного использования деривативов и управления рисками в корпоративном сегменте? Опять же, возвращаясь к стимулам То есть нужно создавать культуру управления рисками Что мы под этим понимаем? Первое – это то, что риски управляемые То есть нужно искоренить вот этот тезис, что у корпората есть какие-то побочные риски Которые просто сопутствуют его бизнесу Которые неуправляемые И в итоге корпорат держит риск, например, до спот конверсии То есть риски управляемые Экспозиция считаемая Те же самые модели, которые действуют и в банках Можно употреблять и в корпоративном сегменте То есть экспозиция считаемая И инструменты есть Возвращаясь к тому, что широкая линейка Действительно инструменты есть, и они понятны Второе – это еще один стимул То, что есть огромный гэп в налоговой части учета Биржевых и в небиржевых деривативах Для меня было, честно говоря, откровением То, что когда корпоративный клиент заключает сделку на бирже Будь то фьючерс или, например, если он пойдет все-таки на СПФИ То сделка априори ляжет в общую налоговую базу А когда клиент делает сделку с банком Ему нужно писать справку для налоговой И доказывать, что сделка соотносится с объектом хеджирования Вот эту легкую связь нужно настроить А лучше, чтобы априори все сделки считались хеджирующими Тогда пойдет популяризация, управление риском И, в принципе, вот этот вот governance, который в ЕСЖИ сейчас очень популярный Как раз будет отражать то, что улучшилось управление рисками И, в принципе, стоимость всей компании экономики за счет управления рисками будет повышаться И последнее, что самое важное Ты отметил про государственные, ну, вводимые регуляторные метрики Действительно, сделки уже отчитываются в репозитарии Более того, центральный клиринг Крупнейшие банки уже между собой работают на дневном маржировании Это для нас с вами, для всех это удобно Каждый день перекидывать маржу Но для корпората это абсолютно неудобно и операционно затратно И что самое важное, то, что хедж призван стабилизировать денежные потоки клиента Если мы делаем обязательное маржирование для клиента Это опять открывает волатильность финансового результата То есть это, на самом деле, самое губительное И нам нужно отодвигать как можно дальше для корпората дневное маржирование То есть создавать стимулы, такие как управление рисками, налоги и дневное маржирование Вот здесь вот Андрей затронул интересную тему по поводу учета налоговых проблем на корпоративной стороне Опять же, там обязательно маржирование предстоит нам пройти Я позволю себе на эту тему задать чуть позже вопрос А теперь, Роман, к вам Райфайзенбанк активен, очень активен на валютном рынке Активен на споте Если спот настолько электронифицирован, что уже, наверное, без робота в себе его не представить А на деривативном рынке, прежде всего, про валютные деривативы Вообще, потребность есть в электронификации? Может быть, вы уже там все покорили и у вас все хорошо? Спасибо, Роман Тот путь, который прошел FX-спот, я имею в виду от старого доброго High Friends и площадь олдскула до электронного FX На тот же путь встали FX-деривативы По крайней мере, у нас Своим клиентам мы предоставляем опционы, производные от них DCD, фарварда, свапы, полностью электронно FX-опционы стали для нас активом номер два после спота Это потребовало от нас очень больших инвестиций, человеческих, инфраструктурных Да, мы написали все собственные кривые в G10, в рубле, в тенге, в прочих EM-валютах Мы полностью создали с нуля прайсинг в опционах Коллеги из Bloomberg упоминали, что мы входим в топ по обработке электронной опционов в рубле Что, с одной стороны, странно, но с другой, вполне логично Потому что крупные игроки международные, здесь я соглашусь с Андреем Для них наша локальная песочница довольно мала И им гораздо выгоднее инвестировать в торговлю словно юанем, чем рублем Это одна сторона медали А вторая, то, что прочие российские игроки локальные, они не хотят или не могут перейти от котирования из моделей в XL Поэтому здесь у нас пока на данный момент есть уникальная, скажем так, позиция И есть основания полагать, что рано или поздно все ванильные продукты А это, я считаю, большая часть торгуемого на рынке оборота Она встанет на этот путь диджитализации в силу нескольких причин В первую очередь, потому что котировать нужно быстрее Котировать нужно лучше На это меньше издержки в долгосрочном плане Ну и это легче скейлить То есть весь бизнес, нас с вами, банковский, это про скейл Либо нам нужно просто поставить клиентам машинки и начать торговать Либо нужно нанимать еще пять с половиной ручных трейдеров, которые будут руками это все обрабатывать Вы говорите про торговлю банк-банк или банк-корпоративный клиент в том числе? В первую очередь про i5 Но то, что я говорю про платформу, это корпоративная платформа, про которую уже раньше упоминали FX Online, это все для корп-клиентов Я понял Простите, собственно говоря, за вопрос, такой же, как Андрею А есть ли место центральному контрагенту на рынке валютных деривативов? И почему, собственно говоря, есть? Ответа да и нет Да, потому что у биржи действительно есть уникальная возможность стать окном входа на рынок для более мелких игроков Которых такие банки, как мы или Сбербанк не сможем увидеть в силу кредита, в силу бюрократии, КВС и прочего Это действительно большой эдж И с такими банками мы напрямую говорим, давайте мы сделаем SPFI Потому что это адекватный, но давайте будем честными, единственный способ То есть многие громкие истории про сделки SPFI, пятилетние SWAP'ы, если вы помните, Райфайзен принимал в них активное участие Но идея торговать стриту на SPFI, она категорически не укладывается у нас в голове Потому что Сберу с ВТБ или Райфайзен с Альфой клирится за комиссию на бирже Это, мягко говоря, странно И здесь, соответственно, мы переходим к, почему нет места условно для центрального клиринга В первую очередь, это потому что есть очень большое количество беспоук запросов С несандартными ставками, несандартными выплатами, индексами и прочим Их тяжело или невозможно загнать на биржу Ну и вторая часть, это, безусловно, издержки Потому что по тому фидбэку от многочисленных клиентов, которые мы получаем По тому, как другие банки им прасят на SPFI Складывается впечатление, что мы, если не единственные, то одни из немногих, кто умеем считать косты Потому что это наша миссия Быть честными перед клиентом Показывать им честную цену на хедж И, с другой стороны, быть честными перед акционерами Что мы зарабатываем P&L на весь банк в целом А не кладем его на одну книжку Размазывая косты в целом по банку Я даже не знаю, как на такое реагировать Андрей, можете что-нибудь дополнить по поводу костов? К тому, что только один банк умеет считать косты на SPFI Ну, опять же, это вопрос, на самом деле, к кредитному качеству биржи Если банки не готовы брать клиента на директ-линию И мы можем с ним сделать сделку на SPFI Это, на самом деле, очень вопрос к кредитному мониторингу самой биржи И качеству всей площадки Окей, а смотрите, Роман, вы сказали о том, что центральный контрагент Не может предложить клиенту те услуги, те продукты, скажем так Глубоко структурированные или сложные, скажем так, продукты Которые еще обвешаны всякими плюшками Ну, да, действительно, не может Но ведь любой продукт, любой сложный риск Вы же его, принимая от клиента, куда-то, собственно говоря, закрываете где-то То есть, я правильно понимаю процесс? Берется сложный продукт, дальше декомпозируется на более простые И это все закрывается Вот, вы так делаете или все, собственно говоря, там Все уходит как-то в линию, там, Сбербанку или неважно какому-то Такой же сложный продукт Ну, так у нас точно не происходит Глобальная идея, да, правильная То, что сложный продукт мы декомпозируем И хеджим уже более ванильными инструментами Или оставляем на позе Но когда нам нужно сделать клиентам этот сложный продукт Мы не можем сделать это на бирже И в этом вся глобальная идея у ТС рынка Что мы не привязаны к спецификациям Мы делаем то, что мы и хотим Да, мы платим за это киваси, кост Мы платим за это, прочие косты, инфраструктурные гаиссоны Но это ОТС рынок И всегда должна биржа с ОТС находиться в гармонии А для хеджа гораздо более простых структур С учетом нашего кредита проблем не возникает Хорошо, вот я хотел бы вернуться к той теме Которую Андрей сказал по поводу Проблемы учета на корпоративной строительной На стороне корпоративного клиента Проблем по налоговому учету ПФИшек Тут, собственно говоря, как я сказал Тоже рассматривается законопроект О обязательном маржировании Вот скажите, смотрите Будет вопрос следующий Может ли То есть сейчас уже инфраструктура Центрального контрагента Способна решить все те сложности Которые возникнут Или возникают сейчас на стороне сделок банк-корпоративный клиент Что я имею в виду? Как Андрей сказал, сделка с центральным контрагентом Она, собственно, попадает в общую налоговую базу Сразу Это первое Второе Сделки на СПФИ уже, собственно говоря, маржируются И вам не надо Ну, то есть вам, это, в смысле, банковскому сообществу Не придется создавать инфраструктуру Достаточно сложную инфраструктуру И дорогостоящую, на мой взгляд По поводу выстраивания Вот этого маржирования для клиентов Третье Проблема маржируемости же может быть решена В том числе на СПФИ Путем заведения немаржируемых сделок Ну, как немаржируемых в своем В том виде, в котором мы видим Можем, как представляем сейчас сделки маржирования То есть вот эта переоценка Она не будет читаться А будет влиять на initial На первоначальную, скажем так На голову по сделку Вот И четвертое Если вы там Как аргумент вы можете сказать Что такие сделки будут достаточно сложно заключать Найти Будет проблематично сторону по сделке Ведь здесь же вы через Инфраструктуру центрального контрагента Можете эту сделку Там, с одной стороны Там, Райфайзенбанк Клиент Райфайзенбанка Под брокерской схемой А с другой стороны Сам собственный деск Райфайзенбанка Может, собственно, эту сделку заключить Вот такая схема вообще работоспособна? Или мы все-таки будем говорить Просить Там регулятора О том, чтобы Максимально далеко Отсрочили все Новшества, скажем так Которые Новшества на российском рынке имеется в виду Которые на Западе уже давно существуют Я повторюсь То есть инструмент хеджирования Для не банковских Не финансовых компаний Для корпоративного клиента Это инструмент стабилизации Своих денежных потоков Например, клиент берет кредит Под плавающую ставку И хочет закрыть Пусть весь риск Или часть риска То есть он Хочет знать Что Быть уверенным Какой у него будет платеж Или, например У него есть покупка Или инвестиции В иностранной валюте Он хочет заключить Банально форвард Или опцион Все равно Он знает Что где-то у него Риск будет закрыт Дневное маржирование Опять открывает Волатильность Этого результата Поэтому Маржирование Абсолютно губительное Даже налоги Можно превзойти И можно обучить Клиента Пользоваться Но Маржирование Оно губительное Для корпората И Здесь, Роман Ты, конечно, вынуждаешь Меня рекламировать У нас В экосистеме Нам повезло У нас есть Сберрешение И Они, как раз Помогают клиенту С налоговым Бухгалтерским учетом То есть Даже это Можно превзойти Но Если будет регуляторика С обязательным маржированием Здесь Этот рынок Может загубить Потому что На самом деле Ребята У нас Отношение Объема Проторгованных Деривативов К ВВП Меньше 1% В то время Как В развитом мире Это в десятки Раз больше Мы видим Достаточную Клиентскую базу И по нашей Клиентской базе Меньше 10% Корпоративных Клиентов Так или иначе Управляют Своим риском Тем или иным В то время Как на развитых Рынках Это 80-90% У нас рынок Находится В самом Зачатно Состоянии Мы должны Относиться К нему Как к ребенку Мы должны Помогать ему Объяснять Создавать стимулы И ни в коем случае Такие меры Как можно Дальше Отодвигать Чтобы В принципе Вся наша Экономика И она росла И акционерная Стоимость Нашей компании И всей страны Росла Роман Есть что-нибудь Добавить? Да Я хочу добавить Потому что На предыдущей панели Мы обсуждали Клиентский опыт Очевидно Клиент хочет Как минимум Одного Чтобы его жизнь Стала проще Вследствие Взаимодействия С банком И это Одна из наших Миссий Упростить Жизнь для клиента Зарабатывать деньги Мы коммерческая Организация Тем не менее Да Поэтому мы должны Им помогать Решать эти вопросы Не важно как Я поддержу полностью Андрей Что это наша Ответственность Этим заниматься Хорошо Ань Вы как Представитель Независимого Глобального Поставщика Информации Наверное Объективным взглядом Можете оценить Взаимоотношения Которые складываются На западных Рынках Между Участниками Скажите Пожалуйста Вот Центральный Контрагент Либо Межбанковские Сделки Кому Отдается Предпочтение В В данном Выборе Кстати говоря Вот вопрос Для меня лично Интересен С той точки Зрения Потому что Как мне кажется Институт Центрального Контрагента Для участников Западного Рынка Это уже Не Рассматривается Как нечто Навязанное Сверху Спасибо Большой Роман Спасибо Что указали На это То есть Рефинитив В начале Этого года Стал частью Группы Лондонской Биржи И Поэтому Мы Объедили Не только Информационные Традиционные Наши площадки Но и Лондон Клиринг Хаус То есть Клиринговый Дом Лондонской Биржи Поэтому В основном Информация О которой Буду Говорить Это будет Их Опыт Их Данные И То что Я могу Сказать Что Большинство Порядка Восьмидесяти Процентов Рынка Деривативов На процентную Ставку Они все Клирятся То есть Вообще Глобально Надо Понимать Тут Тоже Есть Важный Нюанс Что Доллар Евро Фунт И японская Иена Это Обязательный Клиринг Это Регуляторные Требования Которые Выполняются Участниками Рынка Однако Они Не включают В себя Пенсионные Фонды Но то, что мы видим Это то, что даже Они Несмотря на то, что Для них это Необязательный Клиринг Они все равно Приходят На Клиринг В Клиринг Хаусы Если мы говорим О центральном Контрагенте То есть Не о клирингу А до Большинства сделок Однако Мы видим, что Они Билетерал То есть Рынок Все-таки Да, он Проходит на МТФ На Трейд На Трейдарренджерс На самом деле Две самые Большие площадки Это Трейдвеб Принадлежащие Финтиву И Блумберг То есть Это две площадки Которые Держат у себя Большинство Объемов Но Все равно Мы можем Говорить Что 80% Деревотивов Клирится При этом У ЛСХ Лондон Клиринг Хаус Это 90% Того, что Клирится На рынке И таким образом И Наши коллеги То есть Кто публикует Это 3 триллиона В день Наушного объема То есть И дальше Можно Какой неловкой Несложной Математикой Посчитать Обратно Какой объем Однако Все равно Если мы говорим Что Куда идут Все К клирингу Или к не клирингу Мы видим Что на самом деле Что year to year Рост Клиринговых Деривативов Он идет 14% У обязательных Валют Доллар Евро Фунт А у Других Валют Которые Необязательны Это Даже такие Развивающиеся Рынки Как Польский Злотый Венгерский Форинг У них Рост Порядка 40% Year to year Уже Не первый Год То есть Они все равно Двигаются К централизованному Клирингу А скажите Ну вот Как собственно Некий Инсайдер ЛСЕИЧ Рубли Собираются Делать Обязательной Валютой Для клиринга На западе И собственно Второй вопрос Сразу Интерес Торговать Рублем И рублевым И процентным Риском Он Присутствует В смысле Я имею ввиду Запад Западный В смысле За рубежом Не включая Закрытие нашего Интереса Если такая Качественная Информация Есть у вас Расскажу то Что знаю То что могу Как получится В настоящий момент Пока нету Позитивного решения Хочется ли Клирить рубль В лондонской Бирже Или нет Но явно Уже сейчас Идет оценка Бизнес Проекта То есть Есть ли На самом деле Интерес Если интерес К бизнесу Достаточно ли Объема в торговле В рублях А также Есть ли Аппетит Участников Международного Рынка Для бизнес Кейса Есть ли Смысл Это делать Или нет И можно Сказать Что на самом Деле Рублевый Рынок Деривативов Международными И российскими Участниками Разбит В процентах 70-30 Или 50 на 50 То есть В зависимости От того Кого ты спросишь Цифры будут Различаться Но Определенно Все соглашаются О том Что международный Рынок Достаточно Велик То есть Некоторые Определяют Это в 50 Некоторые В 70 Процентов Всего Объема Что это Действительно Очень Достойный Рынок Оценка Что в рублевых Свапах Где-то Порядка 50 миллиардов В день В среднем Долларах Долларах Конечно И это Достойный Объем Что на самом Деле Больше Чем Многие Некоторые Другие Валюты Которые Клирятся На LCH Которые уже Есть в клиринге Это Например Форин Точно меньше Делается Это все Открытая информация Можно проверить На сайте А если мы Говорим о том Что Насколько Какие участники Есть ли интерес Участников Да он тоже Определенно В наличии То есть Как минимум Есть 8-10 Глобальных Дилеров И их Эмерджинг Маркет Десков Которые будут Торговать Рублями А также Еще 10-15 Банков Дополнительно Которые Активно Участвуют То есть Они может быть Не столь Market Мейкерс Но они Действуют Как активные Участники Рынка Также Первая часть Контрагентов Для наших Банков Есть А вторая Часть Это Мы действительно Видим настоящий Рынок Среди Хедж-фондов В США И Великобритании Которые Хотя Хотели бы Торговать Рублевыми Деривативами Но очевидно Что для них Очень принципиально Именно Риск на контрагента КВС Процедуры То есть Работа с российскими Контрагентами Для них Это Действительно Сложно И они Действительно Бы предпочли Клиринговые Действия Вот Понятно Спасибо Пол Вы у нас Как представитель Организатора торгов Подскажите Какова ценность Для ваших клиентов Торговать На бирже Валютой И ставками Спасибо Добрый день Всем Очень приятно Со всеми С вами поговорить Хотя и В удаленном Режиме Надо отметить Что СМИ Управляет Соответствующими И контрагентами И опционами И другими Биржами И в общем И в целом Преимущество Использования Валютных Или процентных Дериватив И заключается Как раз В обеспечении Достаточной Ликвидности С точки зрения Ликвидности Валюты И Другие Инструменты Очень важны То же самое Это касается Для фьючерсов Для валютных Фьючерсов У нас Самый Крупный Как бы Пул валют По большой СМР Кроме того У нас Хороший По процентным Ставкам В валюте Поэтому Это вопрос Касается Цикличности Получения Ликвидности Наши Международные Клиенты Фактически К этому Стремятся Кроме того Даже Определяющая Характеристика Ликвидности Если Говорить О Уверенности У нас нет воздруга И мы поэтому Обеспечим Уверенность Наших Клиентов Это важно В условиях Стресса Мы видим Большой Диапазон Наших Клиентов Например Возьмите Валютные Операции У нас Есть Управящие Компании И корпораты И банки И не банки И Это Конечно Зависит От Соответствующего Пула Ликвидности Кроме Того Мы Предоставляем Услуги По Преступтив Эксчейндж Но Блумберг И конечно Предлагает Определенные Некую Определенность Участника Институционального Характера Который Хотели бы иметь Более Ограниченные Или Более Правильно Основаны На Правилах Торговки Если Говорить О Центральном Контрагенте То Для Валютных Транзакций Нет Соответствующих Требований Или Двусторонних Кредитных Леней Не Нужно Что Важно Для тех Клиентов Которые Хотели Работать С Широким Кругом Международных Клиентов Ну Подверженность Риску Во многом Это Определяет Расчеты Например Снижает Подверженность Риску У нас Например Нет Северной По Биржевым Операциям Это Как раз Очень важно Для расчета Джинси И Кроме Того Существенно Сним Снижается И Сдержки По Валютным Деривативам Другим Деривативам Ну Кроме То есть Операционные Преимущества Использования Центрального Контрагента Это Управление Побочными Эффектами Костидиальные Услуги Это Снижение Издержек И повышение Эффективности Хорошо Пол А Вот Касается Рубля Для Чикагской Биржи Как вы Смотрите На Рубль Как на валюту На Рублевые Процентные Ставки Есть ли Перспектива Торговли На вашей Бирже Ну Рубль Для нас Очень важен На самом деле Это важно Для ОБС И Мы Видим Определенный Рост По Нашим Валютным Фьючерсам В рублях Если мы Как раз Говорим О валютных Фьючерсах Мы Видим Интересы Этот интерес Растет Из года В год С начала Сентября Прошлого Года Объемы Выросли С 350 Миллионов В день В сентябре И Выросли Более Чем 200 Миллионов Мы Видим Интересы Участников Которые Держат Определенную Позицию На Выше Уровня Определенного Кроме Того Мы Видим Активность И Хедж Фондов Это 60 Процентов Тех Клиентов Которые Занимаются Рублевыми Деривативами И Это Наверное Очень Важно И Прошлый Месяц У нас Были Активный Интерес Таким Операциям Поэтому Рубль У нас Важная Валюта И Мы Работаем В Большой Семерке Международные Клиенты Переходят К развивающимся Валютам И Видят На самом Деле Преимущество От Торговли В Таких Инструментах Честно Мы Видим Варианты Для Листинговых Опционов Рублях Ну Конечно Это Все Только Нарождается Но Мы Будем Готовы Работать С Местными Участниками Рынка Для Того Чтобы В Власти Кредита И Капитал Воспользоваться Соответствующими Открывающимися Преимуществами Это Наверное Наверное Было Выгодно Работать Да Спасибо Большое И Пол Еще У меня К вам Вопрос Скажите Мы с коллегами Посмотрели На опыт И Увидели Что Большинство Байсайд Клиентов Все-таки Заключают Сделки На ОТС Рынке Хотя Уровень Биржевой Торговли На Западе Достаточно Развит Ну Хорошо Развит В чем Собственно Причина Такого Поведения Почему Биржи Почему Клиенты Уходят На ОТС И Там Сделают Не Уходят А Заключают Сделки На ОТС Мне кажется Ставки Тарифы Все Завязано На Тариф На Основных Валютах Если Посмотреть На Крикосрочные Процентные Ставки Которые На Биржах Евро На Евро Дор Лоллари И Стерлинги Фунты Стерлинги Если Посмотреть На Фьючерсы То Понятно Что Рынок Развился И Достаточно Большие Объемы Фьючерс Но Валютный Рынок Он Более Фрагментирован И Электронная Торговля Больше Развита Больше Разных Вариантов Сценарий И Все Хотят Захеджироваться На Колькетный День И Для Этого Они Выходят На Небиржевой Рынок И Мы Видим Действительно Все Таки Что Люди Чаще Именно Работают В том Числе И На Бирже И Мы Видим Больше Количества Управляющих Активами На Бирже Это Касается Фьючерс И Открытых Позиций 150 Миллиардов Вот Это Как раз Открытые Открытые Позиции По Процентным Инструментам Кроме Того Наш Акцент На То Чтобы Сделать Наш Продукт Как Прокси Для Внебиржевого Инструмента Мы Предоставляем Три Ежемесячных Срочных Инструмента То есть Мы Надеемся Что Ситуация Будет В принципе Улучшаться И Мы Надеемся Что Будет Достаточно Дополнительный Объем Он Будет Переходить Не К Внебиржевым Инструментам А все Таки К Биржевым Инструментам Понятно Что В Опционах Например Если У вас Есть Некий Прокси То Тогда Мы Считаю Что Мы Предоставляем Организованный Биржев Предоставляет Хороший Вариант Пол Спасибо Большое Коллеги Наше Время Собственно Говоря Приближается К концу Есть Есть У нас Вопросы Из Зала Кто Можно Нам Помочь Я Просто Добавлю Что Действительно Пол И Анна Говорили Примерно Мы Все Говорили Об одном И том Что Действительно Диджитализация Трейдинга И Регуляция Толкает Толкает Рыночных Игроков На биржу В том числе С деривативами Но В том числе И Пол Подтвердил Что Персонализированные Решения Они остаются ОТС Это раз Но В чем Различие Между Российским Рынком И Том рынком Вот Развитыми Рынками Которые Представляют Анна и Пол В том Что В России Есть Длинные Деньги Но Они Не Представлены На деривативах Вот В этом Большая разница И Когда Рынок Созреет Настолько Что Длинные Деньги Инвестор Выйдет На деривативы Тогда У этого Рынка Появится Еще Третье Четвертое Дыхание И Действительно Мы Очень Сильно Вырастим И Экономика Вся Очень Сильно Покажет Рост Можно я Добавлю К тому Что Скал Андрей Потому Что Как раз У меня Есть Статистика По Длинным Деньгам На Международном Рынке По Клирингу Что 33% То есть Самая Большая Доля Это 5-10 лет Дериватива Клирится Потом Еще 30% Это 10 Плюс Лет И Только Потом Уже Идет 20% От Нуля До Двух Лет То есть Более Короткие Деньги Как раз Кривая Сильно Смещена По Объему На Более Длинные Сроки Ну Да Нам Наверное Таких Объемов Далеко Поскольку Ту Статистика Которую Видим Мы У нас Вся Длина Сфрабле Сосредоточена Наверное В районе 5 лет 3-5 лет Да К сожалению Это Так Ну Что Будем Работать Над тем Что Появились Национальные Клиенты На Рынке Внебирживом На Рынке Процентных Деривативов И Двигать Рынок Дальше У нас Сереж Есть Вопросы Нет Вопросов Коллеги Тогда Спасибо Большое За Дискуссию Мне Показалась Она Такая Интересная И Полезная И Надеюсь Что Тот Созидательный Тренд Который Сейчас Есть На Рынке Процентных Деривативов И Валютных Деривативов Он Продолжится И Все Так Мы Догоним Как Продолжение следует